Опасное время для лесных угодий прошло. Пора подводить итоги за 2023 год. С апреля по октябрь сохранялся риск пожаров на зелёных просторах Ульяновской области. В регионе стояла засушливая погода, поэтому избежать возгорания не удалось. На территории земель лесного фонда было зафиксировано 62 лесных пожара на площади 246. К счастью, в результате слаженной работы сил лесопожарной станции, работников лесничества, арендаторов и МЧС Ульяновской области, мы предотвратили все лесные пожары. Беспечность отдыхающих под кронами деревьев сыграла с ними злую шутку. В этом году из регионального министерства природы поступили заявления о преступлениях, связанных с пожарами в лесах. В двух случаях были возбуждены уголовные дела. В трёх случаях принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. И одно сообщение было передано по последствиям органов Министерства внутренних дел. Парк техники обновляют с 2019 года. В этом году на покупку беспилотных летательных аппаратов выделили 13,5 миллионов рублей. На эти средства закупят 9 коптеров. Также в 2023-м всех работников лесного хозяйства порадовали и повышением заработной платы. За счёт средств областного бюджета было выделено дополнительное финансирование, благодаря которому удалось увеличить зарплату почти на 30%. Эту работу необходимо продолжать. Люди, выполняющие колоссальный объём работы, рискующие своей жизнью, должны быть по достоинству оценены. Пора готовиться и к следующему сезону, ведь время летит быстро. Министр природных ресурсов и экологии рассказала о планах на будущее. Разработать 19 планов тушения лесных пожаров и своевременно согласовать их со всеми заинтересованными лицами. А второе – разработать сводный план тушения лесных пожаров и согласовать его с Федеральным агентством лесного хозяйства. Все работы по защите лесов входят в приоритетные задачи нацпроекта «Экология». Виктория Черкова, Бахсияр Салтанов, Улправда ТВ.